Как поменять категорию земли? У земли ИЖС масса преимуществ. На ней можно зарегистрироваться по конкретному адресу, получить свободный и законный доступ к воде, газу, электроэнергии, канализации и помощь муниципальных властей в обслуживании территории. Поэтому сменить категорию земли на ИЖС хотят многие, но далеко не всегда это возможно. Обо всех тонкостях давайте разберемся по порядку. Согласно законам Российской Федерации, все земли делятся на ряд категорий. Населенных пунктов, сельхозного значения, промышленного и социального назначения, а также некоторых другие. Только на земельных участках первых двух категорий закон разрешает строить жилье. И только эти территории имеют все права, чтобы устроить комфортную жизнь. Вид разрешенного использования в РИИ земельного участка под индивидуальное жилищное строительство актуален только для земель населенных пунктов. К примеру, коттеджных поселков, где разрешены проживание и регистрация. Другими словами, категории земельного участка и вид разрешенного использования земельного участка дают ответ на вопрос, какие объекты капитального строительства можно в законном порядке построить на этой земле. Какая же основная сложность? В генплане закон нашей страны не предусматривает переход земель из одной категории в другую по желанию собственника. Поменять ее сельхозное значение на земли, где можно возводить частный дом, не получится. Основанием для такого изменения может стать только новый утвержденный генплан территории. В этом плане администрация района должна предусмотреть такое изменение. Только в этом случае собственник имеет право подать ходатайство в администрацию о смене категории земельного участка. Рассматривают ходатайство до двух месяцев, а после этого в течение еще пары недель выдается положительное решение или отказ. Если ответ «да», то владелец участка получает на руки акт, в котором указывается основание для изменения категории, границы площади и кадастровый номер участка. Категория, к которой относилась земля и категория, к которой она будет относиться теперь. Главная причина отказа в смене категории земли вам откажут в смене категории участка, если участок расположен на удалении от черты населенного пункта. И в планы администрации не входит развивать и расширять ближайший населенный пункт. Еще до того, как запускать весь процесс, стоит учесть и другие факторы. Например, в смене категории откажут, если экологическая экспертиза оказалась отрицательной. Если целевое назначение земли не соответствует землеустроительным документам. Если участок относится к таким категориям, как пастбище, лук или нечто подобное. Стоимость услуги и налоги. Во-первых, при изменении категории земли поменяется и налог на нее. Но если землю в другой статус не перевели, а на участке с сельхозназначения разрешили построить живой дом, то налоговая ставка останется прежней. Покрытие и изменение кадастровой стоимости участка – вот самая затратная часть. И платить за это должен собственник. Сумма может достигать 30% от стоимости земли. На стоимость процедуры повлияют также размер участка, услуга по подготовке документов, созданию проекта будущего дома. А если будет необходимо, то и экологическая экспертиза. Иначе дело обстоит с видами разрешенного использования. Их поменять можно и даже проще, чем несколько лет назад. Если в вашей территориальной части правила землепользования застройки ПЗЗ вы, как собственник участка, имеете право изменить в РИ, тогда просто следуйте инструкциям. Первое. Уточните зону вашего участка. Это вы можете сделать на сайте администрации вашей территории района. Первое. Узнав наименование зоны земли, важно уточнить ее расшифровку и весь список допустимых видов разрешенного использования. Второе. Соберите документы. Если в этом списке в ПЗЗ допустимый вид разрешенного использования ИЖС, то, чтобы изменить в РИ, вам потребуется паспорт и его копия, выписка из ЭГРН, подтверждающая права собственника, заполненные заявления в адрес кадастровой палаты и Росреестра об изменении в РИ. Третье. Куда обращаться? Вы можете все сделать самостоятельно или прибегнуть к услугам кадастрового инженера. Он составит заявление на изменение в РИ, приложит скан ПЗЗ, документ градостроительного зонирования, а после отправит дело в кадастровую палату, которая меняет в РИ. Заявление вы также можете подать самостоятельно через МФЦ. Важно, чтобы весь процесс проводил сам собственник земельного участка, его наследник или нотариально доверенное лицо. Четвертое. Стоимость перевода. Изменения в РИ бесплатные. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok